привет ребят снова гараж и снова лодка hunter моя собственно что я вам хотел показать какие аксессуары какие обновки я купил к ней которые я считаю прямо очень нужны так ну первым делом не про обновки а про размещение давайте бака значит бак я размещаю в носу лодки и собственно то что я вам ранее показывал когда делал ну такой краткий обзор на нее вот почему дополнительные и установил рынок кольца потому что вот за такой вот жгут с карабинчиками можно и этот бак и зафиксировать но я пока просто его наметил естественно можно еще обмотать чтобы натяжение было получше таким образом мы делаем правильную развесовку по отношению к мотору и капитану до маломерного судна так чтобы ну минимизировать вот эту вот кобру до при выходе на глис собственно так он и будет ездить естественно штатного длины штатного шланга до от бака до мотора не хватает поэтому был приобретен вот такой вот толстый шланг это масло бензостойкий шланг значит он в внутренний диаметр у него восьмерка где-то даже написано здесь до восьмерка а внешне 15 аж 15 с половиной ребята ну то есть он толстенный и меньшего диаметра внешнего я к сожалению не нашел ну вот смотрите его маркировка может быть тоже кому-то будет вот это интересно однако в принципе на грушу вам сюда и на коннектора он зашел хорошо вот это штатный шланг вот такой вот он толщины наверное это вообще двенашка может быть и десятка даже но главное внутренний диаметр а внутренний восемь тут все совпало все сидит нормально этот трехметровый шланг вот этих трех метров за глаза хватает даже с запасом чтобы дойти до мотора туда дотянуть до мотора теперь ребят вот прямо вообще вот эти вот фирменные это фирменные вот именно hunter видите накладки на сидушки на банке вот такие мягонькие сидушки крепятся они здесь очень плотненько все хорошо почему потому что ну все-таки сидеть на доске долго но это ребята такое себе удовольствие особенно где-то прыгать по волнам это мягонько это хорошо да естественно как бы добавляется некий объем то есть получается что до румпеля если я вот сижу а сижу я буквально как бы колени правильно согнуты ничего не утомляется то есть мне наверное придется еще покупать этот удлинитель румпеля к передней сидушки идет вот такая вот сумка это сумка из очень плотного такого но это типа пвх прорезиненный вот с такой вот загрузкой сюда то есть молния вот здесь вот и защищена вот таким карманом это вот делает сам завод hunter прямо конкретно вот ну там они под разные 350 320 это конкретно под 380 про вот под эту мою лодку и вот эти накладки честно говоря я получил в подарок значит как это было вообще я смотрю ну ценник на них такой приличный около 5000 там по акции у них 4 200 это стоит ну дорого откровенно дорого хотя вещь конечно качественная все понимаю решил я написать им в группу во вконтакте мол так и так ребят значит такой то такой то представился и скинул им обзор вот то что я делал на лодку делал я говорю для себя и для вас то есть в принципе никакой там рекламы ничего мне никто ничего за это не платит ни какой договоренности нет ни с заводом вообще ни с кем не с продавцами просто скинул им туда в группу ну и как бы с просьбой может какую-то скидочку сделайте а мне отвечает вот главный администратор этой группы denis вот если смотрите меня denis спасибо огромное да мы вам подарим я вообще ребята это просто радость неописуемая просто великолепные накладки ребят мягкие и идеально они сюда конечно подходит ну потому что и сделаны собственно для этой лодки ну и сумка конечно это супер то есть вот туда броники спас жилета я имею ввиду какой там конец александрова короче какие-то вот эти причиндалы лодочные которые необходимо с собой по гимс по нормативам возить постоянно и чтобы их оттуда просто не вынимать но какую-то утварь то есть вот эти штуки ребят ну мне достались в подарок в общем бесплатно на озоне я взял вот такую сумочку колумб она тоже довольно плотная это делают наши давайте посмотрим победа екатеринбург да это ребята из екатеринбурга делает завод и это очень хорошая качественная сумка собственно здесь боковые карманы вот у нее есть там под воду сюда бутылки с водой еще что-то какой-то рыболовную вот весь скарп этот сюда сложить но это прям вообще это просто отлично и вот на электрос они сюда она отлично сюда заходят вот это я считаю тоже важные сумочка такая компактная то есть место тут она много не занимает сидеть будет комфортно но вместе с тем вот весь инвентарь и всякий там рыболовный скарп сюда отлично пойдет чтобы ничего нигде не валялось я обязательно оставлю то есть и я опять же это мне никто я покупал сам за свои деньги кстати стоит она вообще абсолютно недорого по моему менее 1000 рублей я оставлю обязательно по ссылке в описании вот на эти на все вещи а вот здесь слева пока поставил наметил это такой вот столик для эхолота этот деревянный столик из такой плотной прессованной фанеры стоил он тоже менее 1000 рублей сейчас конечно цену не знаю брал я где-то месяц назад что в нем удобно вот я к сожалению и холод дома забыл здесь такой вот кружок идет с гайкой гайка снизу там закручивается и его можно вращать то есть на эту площадку устанавливается тут на эту вот кружок устанавливается площадка эхолота сама на четырех саморезах и дальше ты поставил эхолот и можешь поворачивать как тебе угодно собственно и провода вот здесь вот удобно заходят в это отверстие идет питание к аккумулятору вот в такой вот нише аккумулятор я еще наверное возьму липучки двухсторонний налеплю чтобы вот он там при на волнах чтобы там не подпрыгивал особо значит ребят по столику вот есть нюанс такой все с ним в принципе хорошо но вот эти края все они были не обработаны абсолютно ничем то есть не пролаченая не где-то не какой-то там влагозащиты мне пришлось просто ну они есть и аэрозоль именно лак аэрозоль в три слоя проходить чтобы вот это вот все все края вот здесь здесь ну везде где они собственно есть и с внутренней части тоже все их лачить собственно от эхолота потом дальше я пущу вот так под низом проводочек к датчику и вот сюда вот у меня будет кронштейн для датчика выведен вот туда вот аж вниз под мотор ну то есть они под мотор я имею ввиду а под лодку то есть я кронштейн опущу с датчиком вот сюда ну там написано в инструкции на какое расстояние и провод пойдет собственно вот к этому столику опять же вот и далее сразу продолжаем это вот такой вот из дополнения этого такой вот его коврик значит как раз таки вот можно за борты потому что я не стала вот туда вот вжимать слишком сильно под баллоны заподлицо это можно сделать но потому что все таки это как сказать это не штатный прямо коврик ребята шьют это тоже наши делают это псков ребята прекрасно шьют причем подгоняют даже под размеры если что-то где-то не подойдет подрежут феном погреют и так далее собственно говоря вот можно благодаря этим бортам туда прямо убирать шланг этот бензиновый туда убирать проводок от эхолота от датчика и также если свет а я планирую свет то и питание для света для фары носовой допустим ну и кормовой вот здесь тоже вот собственно и говоря об этом коврике это очень классная штука вот это ребята я все вам показываю из того что прямо необходимо видите да вот у него такие ячейки идут вот эти вот как бы клеточки ромбики и вот в эти ячейки но я не знаю тут сколько ведра воды может попасть и она никуда не денется если вдруг что-то ты просто берешь этот коврик выдернул его отряхнул почистил и положил обратно все и тебе не надо ничего там мыть вот это нд нд дно надувное тебе там не придется это все выскобливать и достаточно будет хорошенько очистить этот коврик это намного удобнее ребята чем постоянно возиться с этим дном ну и плюс он все-таки какой-то вот большей устойчивости добавляет и наконец простейший абсолютно дешманская вот такая вот значит стойка для спиннингов для двух спиннингов я еще спиннинги вот это вот кстати резиновые вот здесь вот такие накладки это очень хорошо чтобы не как сказать не портила рукоятки но если у вас дорогой допустим спиннинг я конечно планировал как раз таки вот под эти вот винты трансовых колес сюда стаканы эти поставить но но они же они как правило вот из металла сделаны и при складывании транса соответственно этот металл будет соприкасаться с пвх и может начинать где-то цвести поэтому я пока этого не сделал то есть вот вот так вот такое вот решение ты сидишь ты берешь отсюда спиннинг это очень удобно может быть конечно когда ты идешь на полном ходу там на глисе может быть и не надо их сюда ставить там чтобы они не тряслись но в принципе наверное так нормально а вот когда ты рыбачишь это прям очень удобно и еще в сюжете про лодку упоминал что вот на трансовые колеса я куплю вот такие быстросъемные пальцы собственно они мной и были приобретены это очень удобная штука с флажками то есть вообще никакого труда не составляет там их отсюда выдернул колеса снял упаковал и также сама их установил это очень быстро это ну в разы быстрее чем крутить винты d10 эта модель называется вот этих вот пальцев опять же брал на озоне тоже ссылку оставлю в описании вот это я считаю ну обязательно надо тоже приобрести для удобства также ребят говорил в прошлый раз о том что возьму якорь и вот собственно он и есть это якорь матросово я считаю что это в принципе одно из самых лучших решений конечно это в принципе они все зацепляемые где-то за коряжник и так далее и если хотите отдельная касаемо якоря как его правильно там закрепить так чтобы его можно было выдернуть и так далее сделаю отдельный материал скорее это не как аксессуар к лодке а просто необходимая данность и это якорь четыре с половиной килограмма то есть это нелегкий то такой отличный якорь с очень толстым металлом соответственно к этому якорю сразу был взят шнур это восьмерка больше не имеет смысла брать ну потому что вот здесь вот понятно да сюда восьмерка идеально заходит вот в это вот то есть мурым кольцо якорная вот сюда это идеально восьмерка заходит больше уже будет напряжена ну десятка наверно тоже пойдет это вот восьмерка оптимально соответственно тут ну даже с карабином смотрите-ка то есть можно якорь прямо за карабин цеплять значит ребят такой небольшой вам ликбез касаемо выбора веса якори ну и шнура наверно тоже по шнуру я уже сказал восьмерка но сейчас еще несколько слов по его длине значит что касается веса якоря вот эти всякие там таблицы расчеты все это ерунда берите из расчета плюс 10 процентов к размеру вашей лодки то есть если это 380 лодка прибавляете 10 процентов это будет 416 ну то есть 416 лучше больше с запасом брать поэтому я взял не 4 а четыре с половиной килограмма якорь если ты 420 лодка соответственно тоже будет четыре с половиной килограмма можно взять на 5 килограмм это лишним не будет лучше чуть больше чем меньше вот собственно и вся формула плюс 10 процентов длине вашей лодки все дальше можете выбирать конфигурацию якоря которая вам угодно удобно и так далее я считаю что принципе для под мою лодку ну вот этот якорь он отлично сюда подходит и по размеру и вот именно якорь матросовый по размеру там и по его габаритам касаемо длины троса берется всегда из расчета не менее чем в два раза больше глубины на которые вы стоите то есть если это пять метров а лучше даже в три раза больше то есть если это пять метров то трос должен быть длиной 15 метров если это 10 метров глубиной то 30 метров ну по крайней мере не менее 2 чем в два раза вот это у меня по моему 30 метров трос ну и наконец ребята самое главное это спас жилеты это ваша безопасность это правило значит спас жилеты сразу показываю их очень мало нормальных продается вот фирма это по моему белорусы делают я не знаю здесь вот написано нет сертификат органа то есть это сертифицированные спас жилеты гостовский соответственно они проходят по гимсу не знаю я вот сказал белорусы может делает и наши я не знаю но нет но ватекс точка ком разных размеров то есть разные на разный вес то есть соответственно разных размеров в под разный вес по индексу плавучести все это проходит что мне понравилось они в принципе эти жилеты не какие-то вот громоздкие там да однако есть воротник вот этот вот я взял себе ну 100 килограмм я 85 соответственно запасиком брать есть свисток что тоже кстати ребята ну это нормально это тоже необходимая штука я считаю особенно если вы детей возите там женщин жену и так далее и есть вот такой вот кармашек в принципе тоже что-то сюда вот положить не во всех вот такие вот вещи есть это тоже очень здорово я считаю и ну естественно тут на супругу и вот на ребенок тоже для детей вот у них но это минимально 35 кг собственно тоже самое все и что интересно что тоже важно вот у них вот такие вот есть ну лямки которые под ноги ну то есть как бы как типа трусы да вот чтобы если не дай бог там человек попал за борт чтобы жилет к верху вот так не поднимался под горло а держался нормально то есть и для детей на разные размеры и для мужиков и для крупных там дядек вот эти ребята все это делают и жилет кстати видите двухсторонний его можно вывернуть соответственно будет вот такой камуфляж но если где-то на охоте например очень классная штука лучше я ничего ребята не нашел именно как бы который проходит по госту то есть это именно не страховочная это именно спас жилет в принципе если мы говорим о живучести да то если вы умеете плавать то вам достаточно будет страховочного жилета они конечно намного более компактные есть то есть вот так вот идут здесь без всяких этих там поддержек и так далее то есть без всяких там воротников смысл в том что страховочный жилет он вас как бы долго на воде если вы без движения держать не сможет то есть рано или поздно начнет набирать и по его его достаточно для того чтобы куда-то доплыть там доплыть до лодки доплыть до берега до острова куда-то чтобы вот спастись запас же живучести у спасательного жилета гостовских спасательных жилетов во много раз превышает страховочной то есть это фактически при состоянии там допустим потери сознания и так далее когда человек лежит на спине он его будет держать очень долгое время таким образом человека можно спасти но и вам в принципе спастись и очень эта штука важно для тех кто плавать не умеет ну например там дети да вот да и вообще при даже если дети маленькие умеют плавать на большой там воде особенно холодной воде и на волнах вероятно что долго он все равно не продержится особенно где-то в удалении от берега поэтому детям я считаю что детям женщинам вообще я считаю что обязательно именно спасательный жилет а вот вы уже смотрите сами на ваше усмотрение я себе взял именно спас жилет но потому что все таки это у меня там осень в основном да это какие-то экспедиции походы рыболовно-охотничьи и так далее поэтому всякое может быть все таки спас жилет ребят рекомендую взять ну и я говорю что именно вот этой марки я вот то что нашел вам показываю потому что что-то лучшего я к сожалению найти не смог опять же тоже оставлю брал на озоне и заказывал вот оставлю ссылку в описании что же ребят такой получился у меня экспресс-обзор вот касаемо всяких аксессуаров дополнений и небольших вам ликбезов по водомоторке и вообще водной тематике надеюсь было интересно ну в общем то это все это все те вещи которые я считаю есть те которые прям совсем необходимы а есть просто для удобства для удобства распределения организации пространства в лодке ну какой-то вот эргономики и так далее ну дальше естественно все эти вещи дала проявит себя непосредственно на воде в боевых условиях вот в такой конфигурации лодка абсолютно готова к экспедиции рыбалки охоты мои выход на воду на большую воду летом все июль у нас лето в июле обязательно малая родина рыбинка все увидимся уже с вами там на рыбалке будем пробовать ловить судака на большой воде острова и так далее все там ну и уже что то если будет интересно рассказать вам касаемо именно темы водомоторки я обязательно что-нибудь подсниму выложу также расскажу опять же будет интересно как она все-таки пойдет у нас по волнам потому что волны у нас там всегда короткие всегда опасные и всегда там ветрено то есть вот всегда разве что только прям рано рано с утречка но потом все это разгуливается очень ребят спасибо что смотрели наверное касаемо темы водомоторки самой что-то я наверное еще буду снимать уже в процессе непосредственно там где-то на берегу на воде если что-то будет интересное но пока из всего того что я хотел вам рассказать наверное пока все так что ну в любом случае не прощаемся увидимся уже летом на рыбалке с прекрасными я надеюсь сюжетами трофеями и красотой всем пока